Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной рассе. Вот я написал, ау. Теперь так, дальше пойдёт почти наука. Но я не говорю наука, потому что наука как-то странно относится к этому делу. Я бы считал так, наука сама по себе, а те, кто калечит деревья, они сами по себе. Ну, типа любители, сильно много о себе вдумали. И давай нас учить, и за вечим деревом даст урожай, и дольше проживёт. Это есть, да. Но не последователи. Но ведь когда самые главные, как их назвать, академии в стране, университеты, производят то, что они производят, а потом продают, наверное, смерть. Эти коллег невероятнейших, невероятнейших коллег, я вам показывал, ещё покажу. Вот. Им уже не отмыться, да. Поэтому я решил так, ребята, я буду копать глупо. Сегодня две небольшие темы. И достаточно коротко. Значит, чем груша отличается от яблони, чем она похожа на абрикос? Вот сходу же не ответите, а сейчас через полчаса вы будете знать то, чего не знает ни один академик. Они как-то прекрасно обходятся без этих знаний. Ну, кто-то скажет, это что, элементарно. Знаете, как бывает? Не задумался я ничего. Когда я объясняю, он мне человек, так это же элементарно. Помните, у меня парень молодой потребовал вернуть деньги за учёбу? Когда я начал эту же рассказывать, он говорит, так это же элементарно. А как иначе-то? За что я плачу? А так-то его голову в людей приходило. И посадил бы, как все. И завесил бы, как все. Но когда я говорю, что этого делать не надо, тогда зачем учиться тогда? Ткнул и растёт. Видите, какая логика? Ну, попробуем. Я показываю не нас, сыпковым, но я показываю вам, как выглядит в середине лета питомник груш привитых. Так, смотрим дальше. Внимание. Вот здесь перед вами мы будем говорить не про, сейчас не про этот, не про, хотя цифру назову, не про коммерцию, нет. Смотрите, это наш круглый стол. Это мы принести свои продукты, продукцию своих садов. И это была не купля-продажа, мы бы постеснялись. Я уговорил Сергея, он вообще не любит эти мероприятия. Я говорю, привези горшок, заодно это, тысячу рублей заработаешь. Потому что, воторву с руками, драться буду за него. Ну, забегая вперёд, скажу, что драться никто не стал, и его так и не купили. Ну, прошло лет 5-7. Так, вот. И, да, 5 лет, он первый год уже самостоятельно занимался, вот его продукция. А вот это до контраста, да. Просто раз уж так получилось, сейчас поймёте, я буду говорить про агротехнику, даже не про агротехнику, про устройство деревьев. Вот. А это просто раз уж до того пошло. Представляете, вот тут же есть такая система, они как-то по всей стране, я не хочу слух называть, что это за организация, распространяет вот это вот. Вот, по моим понятиям, сразу костёр, ведь, они тоже пытались продать. Что удивительно, у них тоже никто ничего не купил. Ну, если уж такое не купили. Вот. Ну, это к слову. Итак, обратите внимание, сейчас о главном. Вот это штамп. Видите? Листики, они здесь имеют такое свойство, влагу отводить от штампа. Штамп должен быть максимально сухой. Не верите? Сейчас поверите. Это первый этап. Смотрим дальше. Вот. Через 5 лет дерево, которое чуть-чуть было посажено в небольшое углубление. Так. Это в моём саду старинный снимок. И в моём саду посажено, мною загублено. Я не виноват. Помощники взяли это. В те годы я удобрял, сейчас не удобряю. А тогда удобрял, они вот так вокруг насыпали перегной. Получилась невольная ямка. И груша погибла. Когда я хватился, ветки отсыхают сверху. А этого не знает никто. Любимое занятие редакции. Или сами придумают вопросы. Типа, редакция, дорогая, почему у меня подчернели листья? Или отсыхает. То есть, сюда ни один, ни разу. Я читал десятки раз такие ответы. А они кругом. Им же надо заполнять страницы. Они заполняют. Дорогая редакция. Ну, а может, правда вопросы такие задают. Но ни разу редакции не сказала. А посмотрите, что внизу творится. Вот где причина. Я почему это говорю. Груша боится сырости, как огня. Это мой любимый выражение. Груша и абрикос боятся сырости, как огня. Ну, пусть оно немножко такое. Как бы неправильное, но в то же время яркое. Смотрим дальше. Груша начинает расти. Вот. Я сходил и думал. Не сразу. Я только думаю. Я могу на второй день, через год подумать. А почему же ты у тебя, это, несмотря на все запреты, а деревья, особенно привитые, запрещают расти почти вертикально. Считается, они не будут плодоносить. Их надо вот так. Знакомо вам это, да? Вот. Но это ладно. А у меня почему-то груши плодоносят даже почти вертикально. Как-то она не мешает. Почему? Ну, понятно почему. Рано или поздно, какая бы они ни было, вот видите, почти вертикально. Все равно где-то даст отклонение в сторону. Она же с боковой ветки дает. Куда она денется? Я сразу говорю, не убирайте. Это еще, это самое. Не убирайте, ради Бога. В боковой ветке не делал. Вот здесь вот уже должны были, знаете что? Я всегда удивляюсь. В чем мне нравится бескоростные деревья? Когда у земли они защищены от морозов, от ветра. Вот. Нет, вот это надо все шмыгать. Это самое умное шмыгает в этом периоде. Другие берут ножи, то есть это и позже. Ладно. Смотрим дальше. Итак, самое главное. Вертикальный побег. Практически вертикальный, да? Идут годы. А, еще и низ теперь посмотрим. Вот это она же. Это одна из моих, до которых я строил свои технологии, свои книги, журналы и прочее. Вот она же. Вот. Ее слабое место для этого любого дерева. Рано или поздно она начинает растрескиваться. Это как кожа. Когда у змеи кожа трескается, она должна выплаться. Но не вмещается в старую кожу. Так вот, вот это, чтобы мы знали, это кожа. По-простому. Но сам, ну, называем корой. Она потрескалась. Вот это, здесь она продолжается процесс. Она здесь заживет, никуда не денется. Вот, трогать их не надо. Самое главное, чтобы сюда не попадала вода. Вот. И что получается? Получается, что прошло еще время. И обратите внимание. Несмотря на то, что эти ветки, а их сейчас видно. Вот они, эти же ветки. Это же дерево, да. Почти вертикально. Но это не мешает груши обидно плодоносить. А значит, и проезжать ее не надо было. Так. И ничего не надо было больше делать. В плане, да, те же привычки нагибать. Знаете, я еще потом как покажу. У меня уже подборка есть, но все не расскажу. Вот так загнешь. А, вертикально порезу. Вертикальную отрежешь. Понятно, да. И наоборот. Не загнешь. Ах, волчок. Ах, он не плодоносит. Я всегда, я не нашел еще ни одного жирующего, не плодоносящего волчка. Вы чем думаете? Вы хоть больше одного раза-то. Ну, понятно. Чужой опыт. Сами ничего никогда не вырастали. А так, чтобы его хотя бы три года. Чтобы увидеть, что вот он год мой раз. Второй год покрылся боками и веточками. А третий год он вот такой вот и есть. Ну, вот примерно как вот это. Вот. Или здесь можно смотреть. Вот. В общем, все начинается вот с такого. И главное, что... Единственное, что я его укоротить. Потому что для меня все равно... Как бы сказать. Да, когда мы укорочим, мы шанс, что будет течь вода и гноить штамп при основании больше. Но это уже неизбежно. Потому что вторая причина еще страшнее. Видите, не купили скобы в земле. Почему? Пойдут на рынок и купят два таких. То, что они никогда не будут такими. Я, кстати, сильно не хочу трепать фамилии известные. Вот тут за столом сидят мои друзья. Я, когда вот эти... В 2015 году прикупили этот участок за миллион рублей 10 соток. Да, куда было деваться? Так вот. Там у меня в конце растет ряд четыре этих груши из рынка. Вот. Мне просто стыдно, неудобно показать им и проклинать тех, кто... Брал только у своих. Только у своих. Ну, прошло пять лет, сейчас там на рынке посреди остался. Вот что-то, да, все равно не то. Хотя, вроде бы, я выбирал, санкет все хорошее брал. А этим хоть бы хни... Вот. Которые своими руками вырисов. Видите? По всей вертикальной ветке. А все равно... То есть, вот эти вот сказки, что надо убрать. Волочки появляются, когда дерево неблагополучное. Казалось бы, должно расти здесь, а оно снизу волочки дает. Думайте, что это... Что творите-то? То есть, или это просто, даже когда климат неблагоприятный. Ну, совсем неблагоприятный. Вот. И дерево подмерзает, даже будучи как с того горшка. Совершенно здоровое. Но не климат. Услов зиму неподготовленные. Бывает такое. Они же эмигранты. Зеленые листья, бах, мороз. Кто бы спорил, что не такое бывает. Но все эти причуды, они только повредить могут. Идем дальше. Вот. Смотрите. Я взял специально уже другую грушу. Это сварок, так? Посмотрите сюда. По идее, все эти ветки, все эти ветки надо уничтожить. Они подучили в островом углу. Я говорю, вас бы, тех специалистов, заставить бы их уничтожить летом. Вот так. Взять на, вот, бери пилу, режь, а я сниму и покажу по телевидению. Представляете, что было бы? Рука бы поднялась. Нет, зимой спиливать. Вот. А теперь смотрите. Вот он угол отхода. Да. Видите? Угол неправильный. Только что не помешало этому дереву дать урожай. Вот. Оно, сейчас поверите, что эта сторона самая будет ниже. Почему? Обратите внимание на соседнее дерево с красными плодами. Вот оно растет. Ну, что вам надо-то? Ну, нахрена бы я отгибал, чтобы оно раньше времени не дало урожай. Пришло время. Оно должно урожай. Вот. Видите? Теперь почему я вот это написал? Урожай враг черенков. Это мне сказал Чернобаев. У него в этом году немного может черенков нарезать. Сейчас стадия. Мы нарезали. Сегодня начинаем продажу. У нас уже минус. Снег лежит. Но дело в том, что он говорит, я с этого не могу срезать. С этого не могу срезать. Почему? А у него такое урожай груш был? Это вообще. Это надо было бы со всех институтов, со всех ГСУ организовать командировку. Ну, по подмену опыта. Ну, что стыдно, что он художник, а не садоват. Но если бы они увидели это, я только одну фотографию сделал, и то еще найти ее надо. Если бы они увидели это, а приростов не дал. И, конечно, никогда к нему никто не приедет, и чтобы такие урожаи были, получиться в Чернобаеву некому. А в устое учебы мои черенки. Это главное. И по двое. По двое усулийская груша. У нас одинаковый по двое. Поэтому вот два осада самых удачных. Теперь, урожай враг черенков. Так получается. Есть черенки, то есть, маленькие урожаи дают приросты. Большое урожаи дают маленькие приросты. Вот он мне нарезал, сейчас какой-то сорт я забыл. Вот такие вот. Я говорю, режь, то люди же меня удушат. Буду продавать два за один. Вот такие вот. Какой-то из сортов, вот такие все. Сильный урожай был большой. Теперь смотрим дальше. Дерево продолжает расти. Каждый год это сумасшедство продолжается. Каждый год продолжается. И продолжается. И это еще старая снимка. Помните, рядом было дерево с красными плодиками. Ну, что вам сказать-то, ребята. Ну, вот это вот поле, я не надеюсь взаимное. Надеюсь. Урожай предельно. Так. Не трогал. Вот и этот не трогал дерево. И этот не трогал. Ну, ее вас умолят. Оставьте их в покое. Не выдумывайте. Это все деревья привиты. А сейчас мы... Самое главное. Я вас только подвожу к главному. Ребята, внимательно. Так, Елена Александровна. Дочка, привет. Значит, сейчас попробую вам объяснить, почему вот это так растет. Мало того, только один человек, получается, кроме меня, знает или два. Вот здесь вот довольно странный рост. Даже неестественный. Он, правда, неестественный. Кто видел меня, здесь еще была одна грядка. Вот, видите, она подросла до пояса. Так. Ну, он привяжен. А была сплошной лес. И среди этого леса, когда это дерево, оно, абрикос мощный, его, оно не смогли заглушить, молочный вишник. И оно полезло вверх. Ну, естественно, лезло к свету, к свету, к свету, к свету, к свету. А почему оно дальше еще полезло? А потому что юг, вон там, за той трубой. Пол дня, оно в тени. Так. И что получается? Получается, что оно дальше полезло. Это сам принцип. Если ему ничего не мешает, оно таким не будет. Но это просто удачный снимок получился. И это самое. Ирина Александровна, у вас появилась смертная профессия. Называется фотомодель. Я вас поздравляю. Я вам сейчас лучше профессию придумал. Потерпите немножко. Такое, что это самое. Только нам надо ждать, когда умные люди появятся в правительстве. Смотрите внимательно. Будем говорить очень серьезно и об чем. Я написал, вы первые. Смотрите, это степь. Почему здесь... Это натуральный степь. Это не покос, как я понимаю. Красивый снимок сделал где-то далеко-далеко. Почему только одно дерево? Здесь, вы знаете, что такое пыльное буря, вы знаете. Здесь лежит миллиарды. Не сотни, не тысячи, а миллиарды семян. Этих же деревьев. Так. А прокрылось только одно. Это был его шанс. Случайно там. Или оно самое выдающееся. Ну, то есть, жизненная сила, если такое слово. Жизненная. И оно полезло вверх. Так. И вылезло. Наверное, когда-то... Почему у него штамп еще выше? Это же самосев. Мы сейчас будем сравнивать с привитым. Это важнейший момент. Вот это надо в школах проходить, на биологии. Не эту дурацкую, это самое. Причем совершенно неправильные законы Менделя. В которых ни один хрен, ни один человек, ни один школьник не разберется. А вот это надо проходить. Когда-то травы были настолько высокие. Но вспомним кого. Гоголя или Шевченко. Не помню. Или Гоголя, или Шевченко. Короче, всадники с лошади ходили через траву, шли, их не видно было. Вот такая высокая. Наверное, такая трава была раньше намного. Тысячи, 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 тысячи лет. И те деревья, которые пробились через траву, пробились, да? Они вольно-невольно. У них в генной памяти откладывался высокий штамп. И это с промышленным садоводством и любительским тоже. Любители все, знаете, говорят, давай резать, делать штампы. Это такую страшную службу, что служило. Вот просто понять, что он нужен только для того, чтобы вылезти из травы. Вы думаете, зря вот это я придумал. У меня сам Бог помогает. Идем с садоводством и говорю, о, сейчас я готовлю вебинар. И надо же так получилось. Представляете, два ее роста. Ну, а сколько ей будет сказать? Считайте, два года. Ну, как два роста человеческих. Так вот, дальше пойдем. Итак, высоким штампом они обязаны к высокой траве. Скажите мне на милость. А, давайте варианты. Я же настырный. Вот, наверное, здесь тысячи-тысячи лет трава не вырастала. Даже до этого. Это тоже еще низкороса. Видите, у меня запас какой. Вот. И запас для чего? Он в генной памяти. Чтобы она не... Трава на этот момент конкурент. А потом мы про это поговорим. Тут получается, трава или черный пар. Это не шуточный вопрос. Серьезно, ребята. Я сейчас готовлю уже, вы это почти все, ну, 90%, ну, 80%. Вы все это уже, в принципе, знаете, понимаете. Я не вам доказан. Вот когда Ирина Александровна станет этим самым писателем, потом станет этим академиком, пусть пройдут десятилетия. Раньше это все не станет достоянием общественности. Потому что в школе объяснили детям, и он уже стамп не трогает. И из миллиона деревьев 900 тысяч уже не погибнет. Понимаете? И сразу сады появятся. С того момента. Здесь достаточно было бы, знаете, как... Вот я представляю, выходит на трибуну от первого канала. Там есть еще канал, и часть этого канала, этот самый, канал, как он называется, Бабер, да. Министр, не меньше, который является моим сторонником, моим учеником. Может быть, министр, и там доктор, но к моим ученикам. Почему нет? Что мог сделать этот самый... Кто у нас первый кредит? Ракетостроение называемое. А он ни разу не летал, ракету взгляда не видел. Он взял, это самое, теорию придумал, полета в космос. Он учитель тех, кто уже полетел на Марс, но он же учитель. И вот так получается, что если бы он вышел, он сказал, ребята, понимаете, давайте ерунду заниматься. Давайте, для начала не будем министра это послушать, меня-то нет. Но это мы чуть позже. Смотрите. Значит, вот видите, здесь, наверное, тысячи-тысячи лет, я специально подобрал такой символ, трава низкорослая. И на Мадурных, он уже вверх так не лезет. Замечательно снимали. Уже так не лезет. Ему штамп-то не нужен здесь. Просто не нужен. У каждого низкорослого дерева, у низкорослых людей есть свои качества. Сейчас опять все сначала, кормежка кормеет. Это самая комфортная зона и так далее. Посмотрели, не все. Вот, похоже, нашел. Здесь, скорее всего, предгорье, здесь, скорее всего, в условиях травы и не бывает. Вот здесь, скорее всего, здесь своя форма. Они все равно чем-то отличаются. Ну, на каждой территории своя денная память. Почему? Условия разные. Посмотрите, здесь интересно. Вот здесь, наверное, это дерево воспитывалось в таких условиях, что уж не было там высокой травы. И оно умудрилось дать крону у вас, как низко. Здорово, мне нравится. Снимите, я это. А вот это уже, это, я, я, это, я так и написал. По новой. Вы что, с Глузу съехали? Переезжу на русский. Вы что, с ума посходили? Вот из этого вот делать деревья со штампом метро. Дерево-то не просит. А почему еще получилось? Смотрите. Вот это ветровая зона, да. Это заброшенный сад. Это все тут зажимается, как сказать, все, что прижимается к земле. Вы уже проходили. Так ведь? Вот. И здесь получается так, что деревья, кроме деревьев и травы, есть еще кустарники. Кустарники, которым, да, им тоже тяжело. Они наполовину должны прятаться даже. траву. Но это, если ты миллионы-миллионы лет формировалась, вот это крона, вот этот куст. На хрена? Вы хоть знаете, что это? Начали все кустарники культуры переделывать деревья. Марину, смородину. Вот. Это ужас какой-то. Если человек с этим самым, со званием доктора наук этим занимается. Ну, мы-то с вами с Глуза не съехали, нет? А? Панове. Так, пойдем дальше. Смотрим сюда. Давайте о хорошем. всего лишь в прошлом году прививали королевский академик на волчки абрикоса кичигинские. Кстати, кичигинские это уровень нашего манжурца. хорошие, надежные, ну, сами понимаете. Это типа запорожца рядом с мерседесами. Но, с другой стороны, он очень неприхотный, видите, пригодился, как по двой. Ни одна прививка не прижилась. А сам абрикос выдал пятнадцать плодика грамм по десять. Да уж. Да, шедевр. Кичигинский, он один из самых распространенных на продажу. Так. Благополучно скончался. Отпилить волчки мужу не дала. А весна в этом году он зацвел. Как он скончался? Зацвел. Так. На что же она привела-то? Ну, немножко непонятно тут. С одной стороны, на что-то привела. Ладно, смотрим, любуемся. Ну, здорово. Ой, красотища какая. А это пойдет папочку мою. Я это не выдумал. Это уже письма. Амур явно. Так. Ну, ладно. Полюбовались? Полюбовались. Нашему полку прибыло? Прибыло. Если он догадается все эти косточки сохранить, о, что будет. Так. Дело в том, что Баргаленко я с вами знакомил. Не просто знакомил, он живет в Краснодарском крае в городе Шарыпово. Это намного севернее меня. Я вам показывал прекрасные плоды и вот еще интересное другое. А это второе письмо. Кране написано добавлю следующее. Помимо вашей науки применял традиционные методы садоводства. Много книг по классическому садоводству было накуплено. Время отсеяло все ненужные вредные. Книги некоторые спалил в печке варвары. Может было в туалете хоть пользу была бы. А то взял спалил. Все туалет на гозик не повесили. Чтобы другим не нанесла вреда. Одна дорогая постойкость и книга хранится в деревне как памятник глупости. Дорогая. Только ваши методы и приемы доказали свою жизнеспособность. Прививка как можно ближе к земле. Выбор места посадки саженцев. Помните тепловые подушки южные склоны. Контроль уровня корневой шейки. Как матерят меня питомниководы. Так неохота шейки меть. Задернение почвы. Закон соподчинения почек. Ё-моё. Охаживание не получится. Это правда другое. Смотрите дальше. На данный момент благодаря вашей теории и вопреки классическому садоводству у меня 99 процентов приема. Ну все мне точно говорю. Мне пора уходить. Я уже не нужен. Расстояние до участка 10 километров. Автобусы не ходят. Машины нет. Вокруг почти вся дача заброшена. Хожу пешком 10 километров. Почти никто не остановился и не подвозил. Хотя все другого знают. Я за 35 лет здесь живу. 36 Ну то есть не сюда была машина. Я ни разу не проехал чтобы не подобрать женщину детей стариков. А в дождь всех подряд набивал машину. И так 30 лет. За все время я перевез тысячи людей. Я почему это говорю? Я хочу чтобы кто-то из вас это тоже не остановился и не подвез. Может быть доброе дело делаю что если железу не гнушается подвозить все подряд то значит это может одна капелька добра станет больше. Так Когда люди увидели мои результаты сразу изменилось ко мне отношение. Здоровается знакомиться останавливается предлагаю довезти просят дать телефон и приглашают себя на участок чтобы я привел что-нибудь или посоветовал ваши теории сближает обедяет разных людей. У вас я покупал и черенки и семена и косточки. Саженцы покупал некоторые вашего сына но большинство сам добыл привел главное не отходить от вашей науки. Очень вкусные плоды растут у меня я ем сам семья из других угощаров сначала привел по принципу чем крупнее тем лучше это мой принцип. выбираю по вкусу понравилось вкусно значит привел еще раз выражаю благодарность пусть боги дадут вам здоровья и удачи побольше здесь здесь изменяется ключ ваше науке так теперь это кусочек другого письма это уже другое однако Семенов считает что глобальное потепление не несет серьезные грозы для страны климат страны станет более европейским в Сочи будет погода напынать в Майами не дай Боже там будут такие эти ураганы я бы в Майами не хотел курортное место в США я просто взял кусочек очень серьезная статья очень серьезный ученый насчет серьезного гроза это неправда там где теплее там будет пустыня там будут засухи там где холоднее станет теплее и что получается страшная вещь такая то есть леса начнут будет больше пожаров начнут погибать лесные массивы там где они в данный момент из-за сырости то есть горят леса но не козыба много чего будет что касается судоводства да нам сейчас надо побольше вот таких вот товарищей побольше 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 вот как мы говорим и тех кого выше называл почему самое время рисковать вчера это было нереально еще потепление наступило а в Забайкале уже мои прикосы едят представляете вот это я поэтому взял вот это вот кусочек я просто взял из научной статьи вот теперь мы с вами еще глубже залезем когда-то случилась страшная вещь была опубликована эта книга вот она очень толстая дяда досталась от покойного моего друга как память о нем вот он зачитывался ей но дело в том что есть один раздел который послужил тысячам тысячам статей и сотням книг современных ученых они передирали один к одному вот так представляете узнаете они передирали один к одному ребята вот давайте теперь посмотрим дело в том что я пытаюсь найти корни корни вот этих глупостей которые ниже говорит давайте смотрите проклинает по привычке она как бы это переиздание так переиздание это не раритет она выпущена где-то в 80-х годах но естественно ни одной запятой не справили и получилась подлая предательская вещь как смотрим настольная книга русского земледельства возвращается к нам после многих десятилетий забвения вышла в 13-м году шоу восьмое годство лупинская реформа вот наши сады должны быть им не повезло потому что мне все не нравится все что здесь касается с вами все и то что застряло на сто с лишним лет упоминается еще не зараженной пестицидами белосинковской биологии так походу пнули лысенко вот нельзя было хозяйствовать по старинке у меня единственное что здесь для чего еще я сразу сам не заметил а позже заметил внимание царский указ 1906 года прозвольствовал каждый домохозяин владеющий землей общественного права может в любое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающего участника отзначной земли представляете с тех пор мы только деградировали но ведь было же 1906 год 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13-й год вершина развития царской России все до сих пор зачем было устраивать все это но это все устроили знаете почему не война война усугубила только положение обнищала страна и началась революция потому что когда голодный возьмешь оружие или топор это понятно за несколько лет подняли страну а почему народ этот самый вы понимаете людей считали хамами царь сказал будем защищать этих сербов и убили наших людей наших погибло больше чем все население Сербии столько погибло народу учитывая что продолжилось это кончилось только в конце гражданской войны вы представляете что было нас считали я себе говорю нас не их хоть я вроде из интеллигенции но интеллигент первого поколения второго поколения у меня отец военный нас считали хамами а даже хамы взяли оружие сейчас все идет к этому вы понимаете что вот это надо где-то чтобы люди я почему вам это говорю царский указ право на землю каждый имеет право каждый домохозяин я домохозяин вы домохозяин иначе последствия не было вот крестьянин становился свободным хозяин своей земли и это не боялись печатать в советское время земли не давали а печатать не боялись кто это читать будет никто не заметит вот так вот вот это я вам хотел показать масло из Сибири возили в Англию а по идее уже могли бы возить это самое смотрите дальше ребята у нас разгорелся спор с вами я был вынужден второй раз показать это значит гостевая книга не щадя друг друга так сказать авторитет против авторитета каждого свои доводы каждого вот я говорю нас не должно интересовать лично Мичурин делал это или не делал это потому что это фильм не он это а фильм что угодно могли показать главное что вот это пошло отсюда вот откуда пошло это не было осознано ни в сороковые годы ни в 60-е ни в 80-е ни в 2000-е вот пока это самое 50 лет не вышел на пенсию пока мне не сожгли сад и мне пришлось переходить ну не в теоретике ну по крайней мере не имея промышленного сада появилось в свободное время только тогда это было все смысленно теперь вы это знаете вот ну я уже не выдержал это тоже фильм про Мичурина и про способ прививки конечно это не он изобрел конечно это по моей мерке высоко конечно когда вот это будет привито чтобы развивался вот этот вот потчик вот этот вот кусочек надо вот это все отрезать будет страшно рано и нам остается только не жалеть черенки как я не жалею вы бы видели какого качества черенки вот и на каждом можно сделать несколько прививок так вот как я делаю 2-3 почки дальше заставляю выбрасывать хотя не обязательно вот сделать там только качество будет похоже вот а почкой знаете сколько почек с одной ветки будет у меня даже такая мысль родилась то есть у меня есть вспомните это я забегаю вперед но Лена Александровна вы фотографировались с двухметровыми приростами да в основании они вот такие даже толще а я говорю надо прививать эту часть самой ценной почки а капулировка лучше почти невозможно я могу а из вас каждый сотый извините тут особый навык так а выше чем выше чем выше качество самого будущего саженца падает я приводил пример вот тут отрежешь бочки возьмешь пониже вырастает метровый если саженец потолще то есть ветка потолще полутора метровый ветка еще толще если умудряешься с ней взять двуметровый у меня самые рекорды были за год я становился на сыпочки авторитеты я назвал несколько фамилий наши сибиряки самые авторитеты ученые я плюс курдюм из этих гостей становился на сыпочки еще полметра не доставал до верхушки это за один год понимаете то есть и все таки для тех кто идею или от жадности или это не подходит слово пусть от жадности пусть от бережливости он все таки у меня выпишет вот эту ветку самую толстую так он каждую почку может взять на развитие когда конечно тут отрежет будет страшно рано помните моя песня хороша я снова что это калека если привыка почки она растет может быстро разложить материал используя каждую почку это впервые впервые я об этом сказал вслух все старался обходить чтобы у вас были результаты идеальные а в жизни идеально ничего не бывает и так друзья да Мичурину может быть правильно нельзя приписывать обрезку почкой никогда он никого не учил вот я так считаю другое дело что современная магротехника на этом была основана на прививке почкой и на отрезании но не может питомник не привить почкой разориться где ему сантеми чтобы с каждой ветки брать подвое у него же площадь знаете какие так проехали так мы проговорили по сейчас мне горло высокая подвеска одолим хорошо и продолжим много чего будет надеюсь интересно хорошо неприятно что лето как лебед так как как так как так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ужас! Показывали, как падают деревья, давят машины, как бегают люди... Ой, спасся! Показывают, как это... Да вы представляете, что в садах творится, если дикоросы падают? Вот я никак не могу успокоиться. Ну как так это? Ведь кто-то должен стать, всего лишь выйти на трибунный... Извините, дайте мне слово. В ранге министра, ему поверьте, его не уволят, когда он скажет. Дайте, была совершена 180 лет назад глубокая ошибка. Чтобы его строительство всего лишь вспомнить, что привитый саженец – это почка боковой ветки. Выпряная, насильно. Ей не нужен штаб. У неё нет штамба от природы. Его можно сделать только ножницами или секаторами. Искалечивая при этом дерево страшно. Вот оно. Ну я не знаю, как я спор развеял между этими. Всё-таки схватка была гостевой. Мне нравятся такие схватки. Люди имеют право сказать своё мнение. А вот Белоруссия и режет. А в Сибири умирают они. Возьми тот сад белорусский, изрезанный в Сибири. И всё, и нет сада. И вот о чём. Так, особенности содержания почвы в молодых садах. Давайте почитаем. Молодые деревья, недавно посаженные. Это не я, это с интернета. Имеют слаборазвитую кардиовую систему. И нуждаются в заботном уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить. Пропалывать, удобрять. Опыт показал. Внимание! Задернение приствольных кругов губит, надеясь на молодые деревья. Я ничего не выдумал. Представляете? У меня что-то ни одно дерево не погибает. Что это такое-то? Кто прав? Чтобы вырастить хороший продуктивный сад, приствольные круги надо содержать под чёрным паром 3-4 года. В дальнейшем можно задернеть. Спасибо. А почему не сразу? Дело в том, что, ещё раз, чтобы до конца эту тему довести до ума. Есть высокая трава, дерево там неуютно. Оно и само не даст ветке. Если тень, то ветки или они не будут развиваться, или они будут сухими очень быстро. Наши проблемы решаются с помощью техники. А почему? И что значит опыт показывает? Вот это вот заботливый уход, это каторга. Каторга самая настоящая. Хорошо тому, кто дал советы и пошёл это деньги считать, как те феи. Из этого самого, из, как это называется? Из телеканала Бойбор. Деньги посчитали и всё. Вы поняли, да? Вот это всё свеженькое, это два дня назад в интернете. Я просто не в сил статью, а чтобы время не терять. Я ничего не выдумал. Нуждаются в уходе. Да нихрена они не нуждаются. Любой уход для них это смерть. Не смерть, а болезнь. Вы представляете, круги разрыхлел, воровьёв нет. Кто защищать его будет? Когда вспоминают, почему забывают про гусениц? Кто защищать-то будет его? Жуков. Знаете, как деревья жрут? У меня был случай, когда на острове, когда ещё сад был. Такое представление, их миллионы. Чёрное дерево изменили цвет чёрный. Висят сотни тысяч на них. Жуков. Я хруст слышал. Хруст. Так. Значит, у нас несколько врагов. Так. Кое-что я уже сказал. Вот этот враг называется средством массовой информации. Значит, за ними перешло, вот видите, тебе резюка. Там была, сменилась. Ну, пришёл новый человек. Он про меня знает. Он скажет, железа знаете? Нет. А новая технология знаете? Какая новая? Вот она должна быть. Вот это всё лишнее, лишнее, лишнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, девять. Девять видов веток лишнее. Так. Вот это что есть. Потом смотрите сюда. Болезни. У меня вот это тоже из интернета. Но они нас учат. Они где-то доберут и учат. Да что до того, что они даже сами не понимают, о чём пишут. Болезни коры яблони. Кора может, запомните, только травмироваться. Травмироваться. Только травмироваться. Болеть может дерево. Потом, когда дерево больное, начинается, сами вспоминайте, ну, что там говорить, 90% или 99% это гниение в районе корневой шейки основания штамба. Не поступает туда кровь, назовите так, сок. Вот. Не поступает вверх. Дерево начинает умирать. Проявляется на гнилых фруктах и начинает опрышивать стаки. Вот это вообще тичь какая-то. На листьях, которые покрываются плесенью. Так. И на кора тоже. Плесень та же и эта самая. Вот. А здесь, не имея ни малейшего понятия, болезнь коры может привести к гибели. Не знают они, что болезнь коры не бывает. Ослабленное дерево покрывается или морозобоями, или солнечными жогами. Дальше еще глупее. Спровоцировать заболевание могут насекомые вредители. Здесь все следует оглогике. Справа уничтожили муравьев. Появляется насекомые вредители. Так. Грибковая инфекция, неправильный уход. А что такое неправильный уход? Слушайте дальше, что будет. Потом грибковая инфекция, это понятно. То есть, они не знают, что грибы едят только метричину. Живые не едят. Поэтому у меня такое явление, как, допустим, болезнь листьев практически не бывает. С этими болезнями или как-то травмирование коры сами справляются. И получается, вот эта глупость, это еще большая глупость. Не спровоцируют они. Они приходят на готовое. На вашу тупость. Реагируют на ваши, когда вы умертляете деревья. Неправильный уход. Смотрите, что дальше делать. Теперь правильный уход. Ослывавшийся кору мох на росту я удаляю ножом напильником. Вот. Это одно из самых идиотских, самых идиотских этих советов. Уже идиотчей не бывает. Это что, себя ножом провести по коже, да? Ну, представляем, что у вас на коже что-то появилось. Бывает же наросты, все. Вы их ножом удаляете. Представляете? Попробуйте. Вот тут, аптер. Любые ранки трещины мажутся двум варом. Я вам показывал грушу, да? У которых эти трещины, естественные трещины, они потом сами собой зарастают, становятся новой корой. Дерево растет, появляются новые трещины. Это обычный процесс. Это есть развитие дерева, так? А представляете, что все это замазано с двум варом, это значит замазать часть дерева. Пусть оно кажется трещиной. Кажется. Но на самом деле это не трещина. Еще одна глупость. Дальше раствор медного купороса трехпроцентный. Еще и побелка. И тоже ничего этого не надо. Вот. А дальше я пишу. Руки оборвать и мордой набить. Другого я ничего придумать не мог. Посмотрите. Вот это вот, где-то несколько дней назад показали феи этих же. Которые, знаете, что делали? Я не успел сфотографировать с экрана, но я потом найду на сайте их ролик. Они теплицу, полностью зараженную грибами, как они считают, что они виновники, полностью, там еще что-то росло, одели скафандры. Типа, вот понимаете, это защита, как, например, космонавтов. Или, а, вот у этих самых, у инфекционистов, знаете, когда вот вся полость, вот как будто у них в палате для смертельно больных коронавирусом, вот так же примерно оделись. И вот это так, что туман сплошной, это столько яду, бухать в эту теплицу меньше, а это в три раза. Вот. Они даже понятия не имеют, что теплица у них матовая, что солнце не проходит, растения начинают болеть, валят на грибы. Так? Вот. А с теплицей, может быть, только стеклянные, они этого не знают. И проветрятся насквозь поперек. И этого не знают. И получается, они такой совет дали, идиотский. Ведь, понимаете, они-то отделены на себя, все, вот полностью. Вот. Ну, заработали очередные серебряники. Что людям-то от этого? А я призываю, ребята, вот когда у вас будет такая теплица, вот, по крайней мере, на севере. Ну, назовем, бывает Сибирь южная, северная, на юге. Персики вообще прятать не надо. Ну, найдите один больной лист. А это все равно, знаете, все равно бы заставили опрыскивать. Вот, все, допустим, вот так вот было бы, да? Я бы сказал, ну, надо опрыскивать. Вот, еще листья не будет, опрыскивать листья, весь осень опрыскивать. Вот. Понимаете, в чем разница такая? Они причина, модель за следствие, следствие за причину. Вот один из этих самых. Вот моя фотомодель, Елена Александровна Савельевич. Вот, мы с ней ищем, ищем. Вот, знаете, когда я, посреди лета, извините за такие долгие разговоры. Вот, последние лета я увидел муравья, муравья того, которого окружен ненавистью. Дальше они два раза показали, как уничтожить муравейник. Вот за что морду-то бить надо. Дикие деревья муравейник уничтожать. Вот, я вспоминаю, знаете, кого? А, я почему говорю? Потому что я нашел муравья у себя. Одного, правда. На этом, на деревце. Вот, был такой, значит, я пока не буду отвлекаться. Итак, значит, нашел муравья, я нашел праздник. Хоть какой-то защитник. Но, обратите внимание, ничего не делал. 16 форточков раскрыты. Так, 16 раскрыты. Вот, видите, сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Все пять форточков открыты. Все пять. Все продувается насквозь. Вот. А это север. Для морозовки персика, который у меня не один год плотно сели в открытом грунте. Это не смертельно. Все-таки какая-то страховка. Рост, видите, вот здесь он был отрезан. Вот здесь, смотрите. И еще раз подскажу. Вот это все, смотрите, внизу, видите, где колени. В этой модели, да? Вот здесь было. Вот он весь был такой весной. Итак, это за одно лето. Внимание. Вы можете в это не поверить. Я тогда клянусь Богом. Я с Богом не шучу. Вот это все росло. И бедки боковые росли. Все за одно короткое сибирское лето. И уперлись в потолок. И дальше еще бы росли бы, но потолок не дает. И это средненький. Там у него есть еще более мощный. Вот. Видите? Попытки найти хоть один больной лист не удались. А то, что они творят, не имея ни малейшего понятия. Мне хватило, опыт мой, полтора года всего. С того момента, да? Всего полтора года. Но мне это хватило того, чтобы, хотя, уже видно, что уже я имею право вам сказать, ребята, я вам не гарантирую успех, но верной дорогой идете, товарищи, если возьметесь и тоже так будете делать. Вот. Ну, а наши оппоненты, которые не знают, что мы существуем, это все тот же, который выпускает полуфабрикаты, я их называю. Это студенты-темирязевки. Вот. Которые такой дурью заставили их вставить в этот горшочек. Горшочек, да? Вот это вот трех-четырехлетнее дерево. И позерва делая вид, что они это. Ужас какой-то. Вы понимаете, что, куда мы идем? Вот, конечно, их научили. А давайте спасем. Не просто оно покупать, они же продают их. Вот. Не то, что для опыта. Не, это же горшки их. То есть, это подлинненький приемчик. Но он необходимый. Надо же, во время транспортировки корни за щены были. Они не вырастили в этом горшке. Они его поставили. А потом оно пойдет на продажу. Они тоже грешат этим самым в продаже. Представляете, человек, научить студентов, ради чего существует эмирезок. Что надо бы вот тут где-то отрезать. Отрезать все боковые ветки. Оставить тут две почки, тут две почки, тут две почки. И вот тут отрезать. И видишь, вот этот огрызок примется. Вот это вот. Вот поэтому я говорю, что плохи наши дела. А вот это, смотрите, борьба с вредителями. Календарь. Вот человек сидит за столом. Он никогда этого сам делать не будет. Видите? Лечение ран, дубов, повреждений. Представляете, я ни одну рану не вылечил за свою жизнь. Это вам пример или нет? Не вылечил, не лечил. Раны я замазываю только искусственные. Раны от пилы, раны от ножовки, раны от сикации. Вот. А сколько нам придумали всего? И это, посмотрите. Возбудители грибных болезней, которым нет. Кроме тех, которые я вам показывал. Которые являются частью дерева. Теперь все-таки. После обрезки у меня появляются грибы. Ровно там, где есть пенёшки. Больше нигде. Так. И здесь что получается? Вот человек все это, допустим, взял, скопировал и пошел в сад. И все лето. Раз. Второй раз пошел. И все это. Третий раз пошел. Четвертый раз. Прошел месяц, он уже пятый раз это делает. Вот. Шестой раз. После листопада седьмой раз. Вот. Совершаете обработку. А затем раз обновляется. И вы знаете, для чего это все было сказать? Реклама. И все это вы купите. Посмотрите. Это не я подчеркиваю. Вот это вот. Вот это красное, не красное. Ужас. Вот это самое. Вы представляете, человек должен. У человека сад. Ну пусть человек хочет быть серьезным. У него, допустим, нет три дерева. Стоит нижних возиться там. Умрет на это. А если полсотни дерева? А если сотни? И вот это он должен, должен, должен. Резать, резать, мазать, резать, мазать, резать, мазать. Резать, мазать, опрыскать, резать, мазать. Опрыскать. Вы представляете? А вот это я нашел фотографию. Ну и как нашел? Она у меня и была. Просто у меня много папочек фотографий. Сергей Денисенко. Мой ученик. До времени был лучшим. Вот сейчас вы подтянулись до уровня. А раньше он был лучший мой ученик. Он же организатор моих семинаров. Вот. Посмотрите. Ему нужна эта обрезка, опрыскивание. А вот это я вам показываю. Почему? Потому что когда всем этим тысячам нужно зарабатывать деньги, они собрал со всех деньги, а потом начал пилить и приговаривать, пилить, приговаривать, пилить, приговаривать. И за полчаса он довел дерево. И это же на полном серьезе. А просмотров? Да я бывает как, у меня сто фильмов, в том числе часть из них про обрезку, меньше просмотров, чем у него один фильм. Вы представляете? Это мой землях, Херсонец. А смотрят-то где? В России. Вот сколько лишнего ты нашел. Чего? Единственное, что у меня, я когда смотрел, у меня вот эти рожи, извините, они не рожи, они лица. Это не всем не виноватые люди. Какая тоска у них была в глазах. Это не то, что интерес, когда у меня в семинаре все смотрят, глаза горят. Прям горят, как лампочки. А здесь такая тоска у них. Вы представляете, что творят? А ведь это началось в этой книге еще раньше. А вы представляете, что это такое? Когда мой пример. Аппендицит можно вырезать? Можно. Кто-то когда-то не умел вырезать. Первый на планете взял, вырезал аппендицит, спас человека в жизни. Ну давайте сейчас фильм создадим специальный для хирургов, любителей. И давайте мы с вами будем. Заболел живот сейчас, кровью живот и это. А вдруг там аппендицит. Так же было раньше. Помните, что такое? Был прием. Называется пальпация. Пальцами щупали. Ага. Вроде опухоль. Пальцем пощупал. Ага. Перитонит. Опытные врачи, у них все, все, что было, это пальцы. Вот. Ага. Нажал правый бок. Наверное, аппендицит разрезали. Правда, там может не аппендицит. Вот. Но вот то, что творится сейчас, это страшно. Я вот это уже не выдержал. Как бы это. Верни деньги учить. Что-то. Чему ты научил? А как человек, который подошел к этому дереву, почему он должен его? И ведь это все на полном серьезе. 21 век. Это в той книге прошло больше 100 лет. Вот. Ну, про это я уже, я как увижу эти. Когда-то в председательном хозяйстве написал статью у любителя, который все деревья посадил в этих. Они еще были живы. Камеры. Миллионы камер. Миллионы мертвых деревьев. Вон, смотрите, там на втором плане. Я сейчас только заметил. Представляете, что творится? Это я из интернета. Тоже. Это тихий ужас. Они умирают, никто не видит. Миллионы сгубили. Ни один человек не пришел в редакцию. Это ладно. Там-то какой-нибудь дурачок, он не знал. Он сфотографировал через 2-3 года. Они еще живы. Камеры шейки еще не сгнили. А потом-то. Кто должен за это отвечать? Я за это поплатился. Когда у меня с трибуны чуть-чуть не с позором согнали. Начал ерунду говорить. Что от вас пошли. Вот, пожалуйста. Человек рекламируется, долл вар. Не, ему надо разместить, это за силу. Ладно. А теперь у меня есть одно предложение. Смотрите. Вот это те самые. Я их уже по тематам крыл. Я говорю, Платоновы Ганечкины в этой истории имена нарицательные. Так что все, что от наших прошлых будут говорить, Платоновы Ганечкины. Почему? Это они уничтожали муравьев на глазах миллионов людей. Это они уничтожали престорные круги. Они оголяли деревья в корне, чтобы они в середине лета закалялись. Что они только там не творили. Это какой-то ужас тихий. Глядели корневой шейки, трубы закапывали. Я уже сходу все не вспомнил. А этой фотографии, пусть она не выглядит здесь сильно умными. Я бы даже сказал наоборот. Но это ведущие. Они, в принципе, довольно привлекательные девушки. И это сыграло большое, я считаю, бред. Именно вред. Фотографию не я делал. Это их так изобразило их телевидение. Это оттуда взято. Вот. И что получается? И вот, чем обаятельнее, тем привлекательнее девушки, тем больше вы принести вреда. Вам никогда, на этом свете, вам никто не попрекнет. Та же, как за те круги, да? За те круги. Вот. Редакцию никто ни морды не набил. Погибло миллионы. Мало того, каждый погубил свое, а дальше нет таких людей, ну, один, может, нашелся на всей планете, кто все это осознает целиком. Что если высокий штамп, то в ураган гибнут миллионы. А вам это никого не смущает. И еще много примеров. Вот. Если такое дерево долго не проживет. Резать только для того, чтобы замазать. Понимаете, что получается? И много-много чего. И вот они законно.